Добрый день дорогие зрители канала растения окр наша команда приветствует вас и сегодня виртуально мы будем высаживать морской цинерари очень многие из нас видели это симпатичное растение однолетние в клумбах может быть даже в городских клумбах и балконных ящиках ее высаживают где угодно есть даже заменяет в альпийский горках там где есть часть для однолетников ее тоже высаживать за счет чего точнее ценится она за счет чего за счет того что это милое растение первыми заморозками не убивается она будет стоять пока месте и не накроет снег и практически не видоизменяется листья у нее не влажные а жесткие кожистые за счет этого она выдерживает незначительные морозы и дольше всех сохраняется на клумбах поэтому ее ценят те кто высаживает растения на улице после первого заморозка как правило снег еще не выпадает растения все погибают а вот морская цинерария еще хоть как-то поддерживает внешний вид вашего участка и так семена морской цинерарии как и все остальное мы высаживаем в кассеты это можно сделать уже сейчас сейчас конец февраля начало марта можно высадить ее в кассеты сейчас либо в районе апреля начала мая вы высаживаете ее сразу в землю когда уже не будет ночных холодов и температура по ночам будет не ниже 10 градусов вы высаживаете по одной штучке в каждую ячейку кассеты семена куститься она будет за счет того что когда взойдет вы обрежете верхушечку как всегда черенка если вы черенкуете верхушку у морской цинерарии кустик более будет более пушистым если живую верхушку не обрезали куст будет потянутым по сути одиночным без боковых веток поэтому как только растение вышло из земли сантиметров на 5 8 вы не щадя обрезаете верхушку сантиметра на 23 сверху и оставляйте сантиметра 35 таким образом вы дадите ей возможность раскуститься цветет морская цинерария не очень приглядно скажем так у нее мелкие очень достаточно достаточно мелкие желтые цветочки но цветение длится недолго собственно говоря на мой взгляд она даже немножко портит внешний вид этого красивого растения цветение длится недолго и поэтому когда она отсвела она опять приобретает очень симпатичный вид и продолжает радовать вас своим своей устойчивостью и своим присутствием скажем так на вашем участке еще должна отметить то что она достаточно засухоустойчиво вы можете посадить морскую цинерарию там где не всегда поливаете у вас нет в этом месте капельного полива либо он не достает именно до этого места но вы хотите чтобы там что-то цвело что-то или росло вообще как таковое то высаживая морскую цинерарию вы угадываете на все сто процентов она выживет более засухоустойчивом месте чем там где не выжил бы скажем обычный газон всего доброго смотрите наш канал и и и Субтитры подогнал «Симон»!